Снизить безработицу в регионе – это главная задача межведомственной рабочей группы по взаимодействию с недропользователями. Также группа будет координировать деятельность исполнительных органов власти, государственных учреждений НАУ и недропользователей, приведение учета инвестиций, направляемых компаниями на развитие региона. Одно из направлений деятельности новой рабочей группы – организация подготовки квалифицированных кадров в нефтегазодобывающей отрасли. С начала года компании-недропользователи предоставили в Центры занятости 94 вакансии по 49 специальностям. Сейчас формируются группы по обучающим программам для безработных граждан, которые желают работать в нефтянке. По направлению от Центра занятости можно обучиться на оператора по добыче нефти и газа, по сбору газа, а также оператора технологических установок. Об этом в программе «Алло Студия» рассказал директор Центра занятости Руслан Волосков. Первая группа у нас уже набрана в количестве 10 человек, операторы по добыче нефти и газа. Они уже начинают учиться на этой неделе. А где они будут проходить обучение? Первая группа будет проходить обучение в Центре повышения квалификации «Лидер». Это образовательная организация, которая находится в поселке Искателей. Обучение безработных граждан бесплатное. Оно будет проходить на базе Ненецкого профессионального училища. По окончании образовательного курса выдается удостоверение установленного образца. Такие меры принимаются региональными властями неспроста. В округе зарегистрировано 634 безработных гражданина. При этом в банке вакансий Центра занятости более 300 рабочих мест, которые предлагают учреждения и предприятия округа. Это значит, квалификация безработных не соответствует требованиям заявленных вакансий. Мы должны эту проблему, она состоит как минимум из двух частей. Первая – это сегодняшняя текущая ситуация, когда мы должны перепрофилировать, переподготовить. Переподготовка – две недели, месяц, два, три. Человек получает удостоверение, проходит практику и уже сегодня работает. Ему сегодня нужно семью кормить. У него одна специальность, он должен получить другую. И вторая – она более долгосрочная, она более медленная, но она даст гораздо выше. Отдача будет совершенно другая от этого. Второе направление в борьбе с безработицей – профориентация в школе. По мнению главы региона этот способ решения проблемы самый эффективный. Определив для себя будущую профессию, ученик будет целенаправленно и углубленно изучать нужные ему предметы. Например, в Роснефть-классе, который работает на базе школы поселка Искателей, упор делается на математику, физику и химию, выпускники профильного класса, будущие инженеры и специалисты в области недропользования. Сегодня каждая школа округа переходит на профильное обучение. Так, в первой школе идет углубленное изучение физико-математических и гуманитарно-филологических дисциплин. В третьей – социально-правовых, четвертая школа ориентируется на естественно-научном профиле. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, Телеканал Север.